Друзья, всем привет! Вы на канале Сельченко в Америке. Сегодня у нас вторник и едем мы, бригада у нас, не буду говорить кто, сдавать на пермит, знаки, правила или как там сказать. То едет много человек, все очень боятся. Ну, кто сдаст, тогда я озвучу, кто сдаст. Это сначала нужно сдать правила и знаки. Будет все на компьютере. Садишься там, тебе дают страницу и ты все это делаешь. Кто знает английский на английском языке, а кто не знает, только приехал, то на русском языке будут сдавать. Ну, старались, учились. Ну, нужно попробовать, знаете. Если не сдал, на другой раз сдашь. Ну, хотя будешь знать, как оно, что там. Это ничего такого страшного, если даже не сдашь. Много мужиков, мужчин, даже с первого раза не могут сдать на пермит. Если они сегодня сдадут, то им сразу дают такой корешок, листик, что они уже могут ездить за рулем, но только чтобы был сбоку такой пассажир, в которого есть водительские права. Допустим, я. Если кто-то здесь сядет за руль, из тех, кто получил пермит, то я сяду сбоку, и он уже может ездить. Кто может ездить, как бы, а самому, ну, не разрешается. И уже, когда ты пройдет в течение месяца, ты уже научился, как бы, вождению, и нужно научиться парковке. И уже назначаешь себе снова обойтмент, и можешь ехать. Почему так трясется камера? Это замечательно. Ну. И можешь уже в течение месяца сдавать на вождение. Сначала парковки ты должен сдать. Конечно, там допускаются несколько ошибок. Можно. Ой, а что на этом вы не сказали? И, когда сдал парковки, он тебе дает разрешение уже ехать с ним в город на вождение. Если ты парковки не сдал, то и не допускается вождение. На следующий раз, как бы, тоже надо. То вождение, чтобы сдавать 50 долларов было, не знаю, как сейчас. А пермит сегодня, то бесплатно. Если ты не сдал, то ничего не платишь. А если ты сдал, то 30 долларов или 20 долларов. Ну, я даже не помню, не знаю, сколько, ну, приблизительно так. Сегодня ты заплатишь, и уже тебе дадут, как бы, такой корешок и все такое. Так, у меня сегодня выходной, то мы решили поехать, побрать всех наших родственников, друзей и попробуем. Даст Бог, кто-то сдаст. Даст Бог, все сдадут, надеемся. Так что, друзья, ждите новостей. Друзья, пока некоторые не буду озвучивать. Некоторые люди сдают на права, на правила на вождение. То мы приехали в Костка. Ну, к труси нужно что-нибудь купить с продуктов. То здесь оно рядышком, и мы быстренько поехали и ее взяли. Они пошли туда в холодильник с Оксаной. А я здесь, а я здесь с моей куколкой маленькой. Вы только посмотрите, друзья, какой у него красивый свитер. Какая кофточка класснючая, класснючая такая. Кут-кут-кут. Классная, да. Соску выбросил. Мама его разбудила. Валенки снял. Ой-ой-ой, ножичка замерзнет. Давай, валенки наденем. Быстренько. Быстренько едем. Котенок наш малый. Наш малютка маленькая. Мои девчата. И мы сейчас быстренько купим. Я себе рыбку вот купила такую. Возьму и еще ее не брала. Оксана покупала. А, ты, Оксан, не эту брала. Пожарим сегодня на вечер. 12 долларов. Такая тилапия. Розовая какая-то. Быстренько будем, потому что нужно будет ехать домой. Очень понравилась кофточка Катруси. Все одевает. Удобненькая такая, да. Конечно же, кто подарил? Кто подарил? Малютка. Голубой цвет ему так идет. Ефремушки. Так, друзья, уже мы мчимся домой. И кто у нас сегодня сдавал на вождение? Наша Марика. Наша девочка. Она сдала. Молодец. Правила и знаки она сдала. Теперь она уже может ездить со мной. С Давидом она может ездить. У Давида лайсенс уже есть. Водительские права. Уже учиться в вождении. Так что. Остальных было, друзья, очень много людей. Мы приехали. Нужно заказывать appointment по интернету. Но можно приехать и так. Мы приехали так. Без appointment. Там была большая очередь. Но она не двигается та очередь. Они сначала принимают людей, которые назначили себе appointment. Это встреча как бы. Или как. Запланировать. Ну, не знаю. Как-то так, да, Ксан? И они сначала принимают тех людей. Если будет у них свободное время, то они уже начнут принимать эту очередь. Линию, которая люди, которые стоят. Но может быть так, что они совсем не могут не принимать этих людей. Потому что много людей, которые назначили appointment. Мы простояли час или полтора. Ни один человек из нашей очереди не подошел к окошку, которому нужно. Потому что было много тех людей, которые по времени назначили. Мы поехали там по делам. И заезжаем туда. Было как раз два часа. И нету людей. Вы представляете, то Марико. Мы подошли. И сразу за нами опять же стало столько много людей. То я Марико пошла сдавать сразу за компьютер. А я уже всем назначила наш appointment на завтра, друзья. Потому что они работают до четырех. Завтра на час тридцать, час сорок, два тридцать, два сорок. Вот так. Так что. Вот такие у нас дела. Но главное, что недаром ездили. Все хорошо, все нормально. Мы очень довольные. У нас начался дождик. Тридцать девять температура. Расскажу, друзья, про нашему ролику. Пока еду. Когда я прочитала первый какой-то там был такой комментарий. Потому что я спрашивала, друзья, что делать. Да, спасибо всем за советы. Но мне даже в голову не приходило. Кто-то написал, его усыпят. Друзья, оно мне прям, не знаю, прям в сердце. И в мозги, и в сердце. Я с того комментария, я сразу сказала, нет, я не отправляю котика. И мы решили. И слава богу. Вчера, вот когда я засняла видео, потом, вечером, он, ну, так хорошенько поел мясо. Купили ему мясо, консервы. Ну, нет. Мягкое такое, как он улюбит. Ну, одно но. Он не пьет водичку. Он не хочет. Только молочко, друзья. Кто-то писал, что нельзя молочка. Ну, давай мы водичку давать. Но не хочет. Даже не смотрит. А молочко? Да. Молочко пьет. Ну, то пускай уже, что уже желает душа его. Да, мы даем ему, доктор приписал, друзья, обезболивающее и антибиотик. Все это дается не в уколах, а в шприцах и в ротик. Как бы лекарством жидким. И он его кушает. Я думаю, оно какое-то там сладенькое может быть. То каждые 8 часов мы ему, Марика ему дает. Или Марика, Мирослава там по очереди они. И вчера он начал тоже покушал, попил. И начал очень мяукать. Да, Марика, я уже пошла на низ. А, начал лапками с вами эти, передними лапками царапать клетку. Ну, это он что-то показывал. И они его аккуратненько вытянули. Принесли туалет его. Посадили его туда. И он, друзья, сходил. И по маленькому, и по большому. Наш Мурулочка. Да. Ну, а что же это? Что, естественно, то не безобразно говорится, наверное. И сегодня утром я проснулась, прихожу. А он так смотрит, головку на меня поднял, что я там хожу по прихожей. Смотрит, кто это пришел. И сегодня, уже сегодня он даже, мне кажется, веселее. Тоже утром его хорошенько покормили. Ест он с аппетитом хорошим. Много ест. И опять же тоже сходил в туалет. И дали медицину. И еще вечером опять дадим медицину. И уже когда он в туалет, он встает, на три лапки встает. И а та так бы, ну, немножечко, так чуть-чуть. То я думаю, что даст Бог, все будет хорошо с ним. И все будет нормально. Так что котика мы оставляем, друзья, дома. Я его не повезу, чтобы его там... А потом, как его забирать? А кто-то пишет, друзья, что... Какое забирать? И его просто усыпят, и все. А вам скажут, что его кто-то всыновил или вдочерил как-то. Ой, это ж мальчик. То, может, я не знаю, я не буду ничего говорить. Может быть, оно доля правды и есть в этом. Хорошо, что, да, пишут, что хорошо. Если он есть, это уже будет все прекрасно. А он есть замечательно. И сегодня уже веселенький, такой лучше. Но будем держать в клеточке, чтобы он лежал. Там Мирослава ему розовое пушистое одеяло свое положила. Мягкое, чтобы он лежал. Мурулька с нами. Мы его не отдадим. Ох, и едем домой. Уже у нас полчаса без 24. А уже вот так как... Ну, уже и вечер по зимнему времени. А завтра у нас забирают... Вер, нашего медвежонка забирают. Марика. Фотографии делает там последние семьи. Ну, еще один остается. Не шутка. А, и еще хочу не выпускать на улицу. Друзья, у нас 5 котиков. Они все покастрированы. Но, чтобы... Вы просто не представляете. Это невозможно их не выпустить. Они вытворяют. Он мяукает. Он царапает двери. Те, что на улицу выходить. Спускается в бейсмент. К нам идет в комнату. Выпрыгивает на окно. Там царапает окно. Царапает жалюзы. Это у нас... Он говорит, что его нужно выпустить. Каждый год так. Ну, я не знаю. Это как в квартире мы жили. То мы не выпускали. А здесь у нас свобода. Ну, конечно, дикие звери они. Но, что я хочу сказать. Это время у нас Рекс и Ванда. Они живут в том новом домике. И как бы дикие звери не слышат. Знаете, они же закрытые там и спят ночью. А все время у нас Рекс спал на улице. И как-никак звери чувствуют, что есть... Есть в доме собака. Потому что каждую ночь я сплю. И я слышу, как Рекс лает на кого-то среди ночи. Так лает. И я думаю, что это всякие там ходят хищники. Или он слышит носом, нюхом их. Или как. Ну, все равно как-то боится. Не было таких случаев. А как раз в это время, вот, неделя-две, да. Или месяц уже Рекс у нас. Ну, месяц нет. То мы... Сейчас у нас пока тепло, друзья. 37 температура. То эту ночь уже Рекс ночевал в будке на улице, в вольере. Там, ну, не холодно сейчас. Нормально. Там еда, вода. Все нормально. То я думаю, что это тоже еще какая-то, ну, как бы... Они стали более свободные хищники, потому что они не слышат собаки. Вот так. Ну, это я так думаю. То... Все будет хорошо. Все прекрасно. Всем спасибо, друзья, за комментарии. Кто советовал. Кто все писал. Антибиотики обезболивающие у нас есть. Когда оно будет заканчиваться. Мы поедем в клинику. И еще попросим и возьмем. Кто не наш папа, Оксана, вот. Машина такая. Нет. А что будет здесь ездить? То будем продолжать его лечить. А вам, друзья, всем спасибо за просмотры. Всем пока-пока.